Приветствую тебя, дорогой мой. Мне так приятно с тобой общаться, потому что ты как раз в русле нашей школы «Человек будущего Homo Futuros» занимаешься развитием творческих и изобретательских качеств, без которых невозможно в условиях неопределенности вообще жить. Как тебе моя картина, которую я приготовил для своего друга, по имени не называю. Как тебе? Отлично, отлично. Я уже слышал, что это учительница. Она так называется, картина. Или классная дама, или учительница, да, действительно. Но я ее приготовил к своей приятельнице. Или приятелю, пока не говорю. Она сама захочет, скажет потом. Или он. Если захочет, скажет потом. Это я так привлекаю сюда народа. Пока тут будут смотреть наш вот этот вот Zoom. Давай мы так сделаем. Я сейчас буду молчать, а ты сейчас будешь говорить. Давай. Ну, можно попробовать, но я не оратор. Давай будем развивать ораторские качества. Я подскажу, если что надо. Что надо, шею разомнать. Вот это я подсказывал прием. Ты мне написал, что... Обязательно нужно, чтобы шея была размятая. Два-три раза в день по полминуте. Во-вторых, пальчики надо делать. Вот я 10 пальчиков. Возьмите на память. И в-третьих, ушки разминать. Вот эти три приема от школы «Человек будущего» «Хомо футурус» каждого улучшают работу кровообращения. Позже попадают в клеточки мозга кислороду. Человек меньше устает. Чувствует себя бодрее, моложе, трудоспособнее. Меньше тревожится беспричинно. Ну, давай. У меня тут связь пропадала. Пришлось приключиться. Вы про вот это вот упражнение, да? Ну, я тоже поделал. Оно сразу освежает голову, проясняет. Еще одно. Ну, я просто вот прислал вам новость про то, что... Ну, там обратная связь, я так понял, да? Как эта система называется? Биологическая обратная связь. Система. Вот. Ну, американцы придумали. То есть, они вдыхают, и у них шарик надувается. Ну, выдыхает, шарик сдувается. Шарик реальный или мысленный? Настоящий. Он, ну, там, с механизмом как-то связан, я так понимаю. А у нас это делается проще. Вот. И протестировали на людях, что вроде как вот у кого с обратной связью, у кого шарик вот реагирует на дыхание, тот быстрее успокаивается. Я говорю, ну, а можно, может, без шарика? Конечно. То есть, ты вдыхаешь и руки разводишь. Ну, можно вот так. Можно стоя там, как удобно. То есть, кому как. Вот. Ты забрал прием. Да. То есть, ты с вдохом руки разводишь. Механически. Механически. Да. Но здесь интересно то, что связь обратная тоже работает. То есть, можно любую эмоциональность рукам придавать. Это воздействует на дыхание. И наоборот. То есть, психика успокаивается быстрее. Ну, я попробовал. Давай еще раз. Дело в том, что у нас есть прием, где у нас разведение рук и сведение рук делается идиомоторно. Да. То есть, я представляю себе, и руки пошли на автомате. И при этом биологическая обратная связь, БОС, при этом, когда руки пошли, происходит вот этот триггерный переход лавинообразный, ну, который обычно называют хвантом, но и при этом стресс снимается. И это то же самое и есть в стресс-тесте ключевом. Например, положишь руки как на воду, чтобы плечи не напрягались, отпускаешь, представляешь, и руки пошли на автомате, тебя начали раскачивать, и выходишь опять же в состояние безмятежности, нирвана. А ты предлагаешь, насколько я понял, поправь меня, ты предлагаешь, чтобы руки разводить и сводить механически в ритме дыхания своего, да? Да. Еще раз расскажи, пожалуйста, чтобы все поняли. Ну, здесь просто синхронизируете дыхание с движением руками. Вы как бы визуализируете свое дыхание, что у вас грудная клетка расширяется, сужается, руками. И вы это видите и чувствуете, вы лучше реагируете на дыхание, вы его осязаете. И можно придавать эмоцию определенную, то есть что вы хотите достичь – расслабление, радость. Правильно, я тоже говорил о том, что когда мы делаем, например, левитационные приемы, когда они на автомат выходят, когда я задумался, образ представил, и потом я мечтаю, что рисовать буду только шедевры. К примеру, а ты предлагаешь изобретение, чтобы делать это механически, механически, в ритме собственного дыхания? Ну, поначалу это будет механически чисто, да, в ритме дыхания, но потом оно синхронизируется. И при этом мечтать о желаемых переменах в себе, да? Да, да, да. Ну, например, что ты сделал при этом, о чем ты помечтал, если это не секрет? Ну, мы вот вчера разговаривали, да. Я попробовал в разных модификациях, мне хотелось вот полета, ну, поток, как вы говорите, вот, да, вот восторг, поток. А, из нирваны выйти в поток. Да, в итоге я просклизнул эту нирвану, вышел сразу в поток, и у меня пошли прямо вот изобретения там какие-то, я вот думал, думал, вот. Слушай, я думаю, знаешь, что ты вот это слишком сейчас не расплюскивай, потому что… Мы твои изобретения хотим как, чтобы нашелся человек, спонсировал твои изобретения, чтобы помогли тебе их реализовать, какие-то системы важные строить. А сейчас мы расскажем это все, люди посмотрят. У нас же как часто бывает, им понравится, что ты такой симпатичный человек, что ты такой молодец, что ты такой изобретательный. Да, и переключиться уже на другие каналы, посмотреть котиков там, посмотреть плящих человечков, посмотреть. Только на нашем YouTube-канале, только на нашем Телеграме, школа Человек будущего, люди есть серьезнее. Вот им мы потом отдельно в каком-то ролике специально пригласим, и ты им уже ту закрытую часть расскажешь. Хорошо? Ну, можно попробовать. Ну, я думаю, чтобы ты не расплескивал изобретения. Почему? Я очень много так делал. У меня много было изобретений, у меня было два патента, все пользовались, все пользовались. И даже забыли потом, кто изобрел. Ну да, да. Поэтому авторские права надо сохранять. Я не буду про изобретение, я вот про вот это изобретение, да. У меня, я заметил, вот если я так делаю, то есть я, скорее у меня отдых, восторг, вот что-то такое. А успокоиться, то есть вот наоборот, вот чтобы уснуть, мне плохо получается вот с таким вот движением. Ну, это лично мое. И я, ну, для себя, вот я и до этого, у меня было тяжелое состояние, и вот я решил вот так делать. То есть со вдохом вверх, вниз, то есть и наблюдаешь за руками, вот. И ты как бы вот воду вверх-вниз, вот, типа того. Ну, наверное, в цигуне, в йоге это есть, скорее всего. То есть с дыханием ты поднимаешься, и вот ты наблюдаешь за этим движением плавным, ты успокаиваешься. То есть и вплоть до мурашек вот аж на макушке. То есть прям голова чистая, ясная становится. Я тебе хочу сказать, если ты говоришь о механических движениях, простая жестикуляция человека, она тоже снимает у него напряжение. Потому что когда он эмоционально говорит, он эмоционально делает эти движения. Они синхронизированы, то там везде система обратной связи биологической. А для наблюдателя, для смотрящего на него, легче понимать, о чем он говорит, когда он сопровождает эти жестикуляции, жестами. Он как бы рисует какие-то картины движениями, мысли, на которые у него в голове возникают. Все в системах мозга работают на обратных биологических связях. Так что ты предложила, что очень интересное самонаблюдение, чтобы все за собой понаблюдали и подобрали себе. Либо механические движения в ритме дыхания, которые могут успокоить, или наоборот, поднимут настроение. Либо автоматические движения. Да-да, вот ты расширяешь людям сейчас кругозор, чтобы они стали более наблюдательны за своими действиями. Слушай, я тебе очень благодарен. Там мне Роман Газенко звонит. У меня сейчас с ним вебинар будет. Я сейчас буду делать объявления по вебинару. И ты будешь приглашённый гость, почётный гость на вебинаре, которые ходят у меня по приглашению бесплатно. Остальные все платят. А те, которые подписываются, участвуют, делают со мной ролики, почётные гости, они развивают нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus. Они пишут, комменты пишут, я их приглашаю бесплатно. А кто этого не делает, все платят. Поэтому, да, давай напишем сейчас Роману, что мы сейчас здесь с моим другом зум заканчиваем. Ну, давай. Потому что Роман Газенко – журналист, бывший разведчик, очень интересный человек. Это важно. Да, лингвист. Мы будем говорить об образе и безобразии, и о том, как создавать изобретения. Я тебя обнимаю. Ты меня вдохновил на дальнейшую работу. Спасибо. До встречи. Спасибо. Мы с тобой на связи. До встречи. Пока.